двойная циркуляция воздуха это то к чему я призываю всех вас на протяжении последних нескольких лет фактически в каждом видео посвященным вытяжкам с вами снова роман четвертных и сегодня мы с вами поговорим о том как построить двойную циркуляцию дома и так в идеале на вашей кухне должна быть вентиляционная решетка вентиляционная шахта которая отводит из вашей квартиры излишне теплый и влажный воздух если у вас такая решетка есть значит вы на кухне либо в туалете либо в ванной мы будем предполагать что вы на кухне в эту решетку рекомендуется поставить самый простейший вентилятор вентилятор довольно много это может быть и китаец и европейцы опять же сделаны в китае достаточно того чтобы этот вентилятор соответствовал объему вашей кухни и позволял эффективно не шумно но при этом эффективно освежать воздух на кухне но этот вентилятор ни капли не справится с продуктами сгорания который возникает тогда когда вы начинаете готовить он не справится запахами у него нет подобных задач он предназначен для того чтобы сделать естественную вентиляцию то есть по сути легкий сквознячок именно по этой причине во всем мире вытяжки ставятся на рециркуляцию то есть имеет свой отдельный контур рециркулирования как работает система вы устанавливаете вытяжку причем даже самую простейшую вытяжку она при правильном подключении будет работать когда вы читаете отзывы в интернете купил вытяжку она не тянет она не работает человек следующий пишет подписываюсь абсолютно точно такая же вопрос том что люди не читали инструкцию и не знают как ее ставить идеальный вариант когда воздух из вытяжки тут же выходит в помещение минуя гофру минуя какие-либо дополнительные элементы главная задача вытяжки это избавиться от жира избавиться от запахов жировой фильтр всегда включен в вытяжку то что касается угольного фильтра чаще всего в комплекте на отечественном рынке он не идет на западноевропейском рынке очень часто угольные фильтры уже включены в комплектацию самого прибора и вы можете начинать работать буквально как с куста то есть принесли вытяжку поставили и она работает на американском ближневосточном европейском рынке несмотря на то что а там выпускаются очень дорогие высококлассные вытяжки самый продаваемый прибор как это ни странно звучит дешевая козырьковая модель она продает продается продавалась в икеа она продается фактически в каждом магазине бытовой техники стоит копейки но люди на нее смотрят искоса думая что нет она слишком дешевая она не может работать на самом деле главное вытяжки не то как она выглядит и сколько она стоит а какие в ней стоят фильтры безусловно более дорогие вытяжки могут работать более тихо то есть они могут казаться незаметными но если у вас нет возможности выкинуть 300 500 700 тысяч евро на вытяжку то собственно почему бы не взять вытяжку которая просто будет чистить воздух самая обычная козырьковая вытяжка цена которой там 80 100 евро или дешевле в зависимости от бренда забирает воздух снизу проводит воздух сквозь сначала жировой фильтр обычный многослойный сетчатый фильтр на нем за счет того что воздух не может двигаться прямо возникают завихрение центробежные силы заставляют жир оседать на волокнах алюминиевого фильтра на проводках дальше воздух попадает на угольные фильтры они располагаются сразу за жировым фильтром еще перед моторным блоком пока еще скорость воздуха довольно высока а мотор вакуумный сосет воздух и дальше попадают на мотор и выбрасываются обратно в квартиру козырьковой вытяжки в этом плане интереснее потому что они выбрасывают воздух прямо над вами прямо над вашей головой там нету трубы там нет подключения вам не нужно даже терять место в шкафу посмотрите насколько это удобно да они шумны но в этом случае самый главный момент они работоспособны и всегда будут работать если у вас на кухне есть вентиляционная решетка есть вентилятор который отводит воздух есть подобная вытяжка вы совершенно спокойно из любой кухни в которой было не продохнуть сможете сделать кухню на которой можно свободно дышать а как подобрать вытяжку чтобы она была более тихая как подобрать вытяжку которая действительно справляется со своими задачами они являются имитацией я вам смогу помочь если вы обратитесь ко мне лично как вы уже знаете монетизация на youtube отключена и если вы хотите помочь канал если вы хотите поддержать канал в выходе новых видео обзорах новых приборов пожалуйста в описании этого видео есть ссылка на карточку на которую можно скидывать самый минимальный донейшн чтобы как минимум показать что эти видео вам интересно всем огромное спасибо до будущих встреч до свидания а